Благодарность Господу за то, что Он любит, благословляет и действительно посылает особые моменты в жизни, когда молодежь может иметь общение, радоваться вместе и переживать особые моменты в жизни, которые помнятся потом всю оставшуюся жизнь. Дорогая Церковь, еще раз, еще хочу раз поздравить вас с этим большим христианским праздником, праздником Благовещения. И хочу задать вопрос. Интересное вот это слово «благовещение». О чем оно вам говорит? Вот что есть благо и что есть что? Весть есть какая-то. Удивительно, сегодня Церковь отмечает особый день. Особый день, который на страницах Библии описан как день, в который Бог открыл весть, и который является благой вестью. Вы знаете, в жизни нашей очень много вестей мы получаем. И вести есть разные. Есть вести, которые мы ждем с нетерпением. И как сегодня слышали, да, молодежь, готовясь к конгрессу, они ждали. Ждали, когда наступит это время, они могут полететь, поехать, поучаствовать, побыть в общении. Вы знаете, ну есть вести, которые, ну не очень мы хотим слышать. Есть вести, которые приводят нас в восторг, а есть вести, которые иногда в шок повергают. Готовясь к проповеди, я вспомнил один момент из моей жизни. Это был вечер. Перед самым Тенцгивеном дети наши уехали в Спакен. И мы сидели, уже было 12 час ночи. Зазвенил телефон. Обычно в такое время никто не звонит. И когда дочка подняла трубку, я по взгляду ее понял, что что-то случилось. И вот эти моменты короткие, которые ты ждешь в вести, они иногда вечностью кажутся. А потом плохая весть о том, что дети разбились в аварии, попали. Разные вести есть. Есть очень разные вести. И человек принимает их очень по-разному. И в жизни нашей мы получаем их. Или хорошие, или плохие. И из этого состоит наша жизнь. Но сегодня мы говорим о какой вести? О благой вести. Сегодня мы говорим об удивительном событии, которое произошло очень давно. Но это событие, оно настолько было ожидаемое. Вот сегодня мы в собрание пришли. Мы знаем, что будет праздник. Мы как-то готовимся, ждем. Но вы не представляете, когда мы смотрим на страницы книги Библии, насколько люди некоторые ожидали то, что сегодня мы с вами отмечаем. Ведь то, что сегодня отмечает христианский мир этот особый день, когда на соединении веков, на соединении двух заветов. Вот в Библии у меня есть страничка. Она у каждого есть. На ней нету стихов из Библии. На ней даже номера нет. Просто беленькое и два слова. Новый завет. И она делит. Она делит книгу, Библию на две части. До Рождества Христова и после. И то, что сегодня мы вспоминаем, то, что сегодня мы вспоминаем, вы знаете, оно уходит своим истоком в самое начало. Когда Бог сотворил человека, и сегодня мы отчасти, Михаил Игоревич сегодня приоткрыл вот эту занавес об истории, об истории, когда человек согрешил. Но Бог в своей любви, в своей праведности, Он не создал человека для того, чтобы он просто погиб. Он Бог вечный. Он Бог, который все держит в своих руках, и им было предусмотрено уже тогда избавление и искупление человека. И сколько вот в этой первой части написано интересных пророчеств, когда Бог, приоткрывая, приоткрывая то, что будет, план своего избавления, план своего искупления, говорил, говорил к людям, даже в начале книги Библии. Помните, когда Бог наказание выносил, Он сказал, Он сказал о том, что «Положу вражду между змеем и между тем, кто придет от Евы, он будет поражать тебя в голову». Года будут идти. Года будут идти и пророки, цари, великие мужи Божии, они отчасти получали немного информации, вот той вести, которой сегодня мы радуемся. Аврааму сказал Бог, помните, в твоем, в твоем потомстве благословлены будут все племена земли. И казалось бы, интересное слово, но знаете, Бог вот по чуть-чуть, открывая, открывая то, что произойдет, говорил, говорил людям через великих мужей, открывая им. И эти слова попадают на страницы книги Библии. И когда мы внимательно их рассматриваем, сколько пророчеств было сказано о Мессии, который придет и изменит все. О Мессии, который станет спасителем. О Мессии, который изменит этот мир. О Давиде вспоминали сегодня уже. Мы читали пророка Исайю, который удивительно говорит, совсем недавно рождественские праздники закончились. Когда я готовился к этой проповеди, открываю, думаю, вот Рождеством опять все наполняется. Хотя время, время очень быстро идет, но вот те слова, которые были открыты, и которые Исайя еще за 700 лет, до того, как Христос придет, скажет вдруг об Иисусе Христе. Вот это пророчество, которое исполнилось. Все девы в очреве примет и родит сына. И имя ему нарекут Эммануил, что значит с нами Бог. Как многие пророки хотели за вот эту страничку заглянуть. Как оно будет? Как оно будет? Какой он будет? Помните, мы читали Исайю, он когда увидел его, он говорит, кто поверит слышанному от нас? Кому откроется сила, мышца Господня? Ведь то, что открыто ему было, не было в нем вида, величия. А с другой стороны, когда он видел, как он придет, и что он сделает? Он говорит, что это будет царь, великий царь. И об этой вести передавали из поколения в поколение, открывая свитки, читали и рассказывали детям. Последняя книга Библии, пророка Малахии, заканчивается удивительными словами. Это за 430 лет. До того, как придет Мессия, слова будут сказаны, Бог своему народу вновь говорит о своей великой любви. И небо замолкает. Небо замолкает, но люди, которые искали Бога, которые хотели иметь общение с Ним, которые хотели слышать Его голос, они продолжают искать и ждать. Когда же эта благая весть, она будет явлена и открыта для того, чтобы мир узнал об этом? Сегодня мы читаем. Сегодня мы читаем из книги Библии о том событии и о том празднике. И те слова, слова, которые были сказаны, сказаны были Марии. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вы знаете, когда мы смотрим в хронологию событий, евангелист Лука удивительно описывает то, что происходило в то время. Хотя разница между первым и вторым его приходом к человеку составляет шесть месяцев. Мы здесь читаем в первой главе. Эта глава удивительно открывает нам события того времени. Кто помнит, с чего началось? 430 лет молчит небо. И вот первый раз, первый раз на страницах Библии мы находим, когда вдруг Бог, когда небо проговорило к человеку. Ни одно поколение сменилось, продолжались служения в храме, продолжалось поклонение Богу, но небо молчало. Евангелист Лука записывает интересно в первой главе. «Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Иовиевой череды именем Захария и жена из рода Аарона имя ей Елизавета. Они были праведны перед Богом. поступали по всем заповедям и уставам Господним беспорочно, но у них не было детей. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обычно было у священников, досталось ему войти в храм для кождения. И все множество народа молилось во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя с правой стороны, по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. И ангел сказал ему, не бойся, Захария. Было служение. Народ собрался во дворе храма, и Лука описывает вот это необычное событие, которое потом передаваться будет в Иерусалиме. Священнику по жребию выпало, чтобы прийти в Дом Божий и совершить совершить кождение. Череда у них была. Жребий бросали. И вот выпало, выпало ему Захарии зайти в храм. Весь народ стоял на улице. Они пришли для поклонения в храм, а он зашел и ходил внутри. Ходил внутри вот состояние священника, который один на один остается в храме. его молитва, его предстояние перед Богом, и вдруг он видит, что около жертвенника стоит ангел. Лука описывает вот тот трепет и страх, который напал на него. Ангел это увидел, и слово его было Захария, не бойся, я хочу тебе нечто сказать. Я хочу тебе нечто сказать. Твои молитвы услышаны. Братья и сестры, вот запомнили характеристику, которую я прочитал о жене и о священнике? Что за характеристика их не была? Какими они были? Вы знаете, вот одна из истин в этот особый день. Если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны перед Богом, нам нужно иметь сердце готовое к тому, чтобы слышать Его голос. Такая же характеристика подобная у Марии была. Чтобы обретать благодать в глазах Божьих, как сегодня мы слышали о многих, о Давиде, мы слышали о Ное, жизнь наша. Бог сегодня напоминает нам наша жизнь, наши отношения, они должны быть правильными. Потому что Бог смотрит не на внешнее, а Бог смотрит на что? На внутреннее, на сердце. Это очень важно. Сегодня мы являемся детьми Божьими, и Он смотрит и знает каждого из нас. И вы знаете, как важно иметь готовое сердце, которое готово принять и услышать Слово от Бога, чтобы потом это Слово, оно произвело, что действие. Бог говорит, Мое Слово никогда не возвращается ко Мне тщетным, но всегда исполняет что? То дело, на которое Я Его посылаю. Знаете, это Слово было от особого ангела. Помните, как его звали? Сегодня уже говорили. Гавриил. А вы знаете, кто он был? Кто был этот ангел? Здесь написано в этой главе. Когда Захария в страхе начнет пререкаться и говорить ему о том, что да я старый уже, я уже старый, супруга моя, она уже в преклонных годах, как это может быть? Он говорит, ты знаешь, с кем ты говоришь? Я тот, кто предстоит перед Богом. Вы представьте себе вот эту ответственность и то положение, когда он предстоял перед Богом и его слово, его слово брал и приносил к человеку. Вы знаете, когда заговорил о небо, священник замолчал. Вы знаете хорошо эту историю. небо заговорило, священник после этого не мог говорить, народ начал волноваться, что происходит, потому что слишком долго нету. Он вышел на порог и люди прочитали на его лице, что что-то произошло. Когда человек встречается с Богом, когда человек слышит его голос, когда он получает от него весть, человек, который готов это принять, его жизнь меняется. Он не мог говорить до того времени, пока это слово не исполнилось в его жизни. Пока слово Бога не исполнилось в его жизни и по Иерусалиму пошел разговор, Бог начал говорить, Бог пришел, мы живем в особое время. Братья и сестры, мы сегодня живем в особое время. Бог продолжает говорить к нашему сердцу. Бог продолжает говорить свое слово. Слышу ли я его, принимаю ли я его? По истечению шести месяцев этот же ангел зайдет в небольшую горницу к девушке и скажет ей слова приветствия. Он скажет ей слова приветствия. Ты обрела благодать в лице Бога. Радуйся благодатная. Ибо тебе надлежит стать матерью сына Бога. Братья и сестры я хочу спросить у вас. Вы помните насколько много слов Мария произнесла? Что вообще она сказала за все это время? Что сказано было Марией когда она встретила ангела? Какие ее слова были? Вы знаете удивительно написано она смутилась и внутри себя она задавала вопросы. Но ангелу она задала тот вопрос который ну естественный был бы. Действительно страх переживания Господи как это может быть? И он скажет ей то что произойдет с тобой это будет чудо. Это не будет естественный путь это это будет то что сделает Бог. Вы знаете в нашей жизни когда мы соприкасаемся с Богом происходят чудеса. Бог делает то что ну логике оно не подвластно. Когда он хочет произвести свою работу когда он хочет сделать что-то в нашей жизни вы знаете происходит то что казалось бы по-человечески оно ну необъяснимо. даже с Захари уже в преклонных годах и супруга Бог дарит им сына который станет Иоанном Крестителем. Мария которая сказала я даже мужа не знаю как это могло быть Бог дарит ей Бог дарит ей сына Божьего. Вы знаете когда человек переживает это и когда он действительно становится частью Божьего плана в его душе в его душе есть вот эта благодать которую видит Бог и он наполняет его самим собой знаете это будет трудный путь это будет очень трудный путь но она готова была к тому чтобы принять это и ее слова несколько коротких слов одни из них да будет по слову твоему я хочу участвовать в том что ты хочешь Бог сделать сегодня смотря на нашу жизнь насколько я готов быть участником Божьего плана да мы живем в другое время мы находимся в других обстоятельствах но Бог также нуждается в тех кто готов открыть свое сердце и стать участником того что Бог сегодня хочет делать в этом современном мире который вроде бы все знает о Боге насколько Бог нуждается сегодня чтобы эта благая весть она распространялась вокруг нас и Бог использует людей для этого Бог говорит слово готов я сегодня это слово принять вы знаете я хочу вместе с вами сегодня вновь заглянуть в свое сердце каждое свое проверить его в этот радостный день день хорошей вести благой вести проверить готов ли я принять Господа туда и стать участником большого плана Божьего как его дитё как его церковь и если да я хочу вместе с Захарией заканчивается это первая глава Евангелия от Луки его первые слова когда родился Иоанн и он взял его на руки Марии ангел скажет у Бога не остается бессильным никакое слово если Бог что-то говорит если Бог что-то делает в нашей жизни и мы слышим его голос братья и сестры поверьте это совершится это совершится он взял на руки своего сына и его слова были я хочу чтобы эти слова сегодня звучали в нашем сердце благословен Господь Бог благословен Господь Бог потому что он для нас сделал все он отдал своего сына он взял наши грехи он наздвал нас своими детьми и пусть в этот праздник его слово его благая весть она радует сердце наше мы сегодня имеем спасителя Иисуса Христа мы сегодня спасены им мы стоим в канун праздников когда мы не будем уже говорить о его Рождестве мы не будем говорить о благой вести мы будем говорить о том что он грехи наши взял и понес на крест Голгофы он станет ангцем за нас и Ветхозаветнюю Пасху возьмет и преподаст нам как Новый Завет и мы сегодня за это будем благодарить его стоя в канун этих великих праздников великих событий мы будем благодарить Бога за ту весть которую Он открыл нам в Слове Своем и которую мы имеем верой давайте помолимся Аминь Боже наш Отец Небесный мы благодарны Тебе за то что Господь Ты нас любишь за то что Твое Слово звучит за то что сегодня мы можем вспоминать те события когда Ты Господь открыл нам вечность Господи и однажды придя к Марии ангел сказал ей о том что будет рожден Спаситель который будет велик которым налечется Царем который есть наш Господь и Царство Его не будет конца и Царство и Владычество Его не будет предела и мы благодарим Тебя Господь что Ты являешься нашим Царем Ты являешься Господь тем любящим Отцом Небесным который Господь отдаешь все за нас и мы сегодня благодарим Тебя за то что Господь Ты работаешь в наших сердцах За то, что Слово Твое продолжает звучать, за то, что Ты продолжаешь любить, миловать и заботиться о нас. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословил Церковь нашу, каждое сердце, принимая Твое Слово, слышать Твой голос и исполнять то, что Ты хочешь от нас, то, к чему Ты нас призываешь, и то, что Ты хочешь от нас видеть для славы Твоей и для того, чтобы еще многие могли слышать о Тебе и войти в дверь спасения. Поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Давайте мы в конце стоя будем... А, хор. Нет, не хор. Мы в конце гимн стоя споем, еще будем молиться.